Рад приветствовать вас дорогие друзья. Тема сегодняшнего урока работа с дом в jQuery. На этом уроке мы с вами вспомним, что такое дом-дерево и научимся применять методы jQuery, которые позволяют нам манипулировать элементами дом-дерево и добавлять новые так называемые узлы в структуру дом-дерево. Давайте вспомним, что такое дом. Дом это аббревиатура document-object-model, что в переводе означает объектная модель документа. Это иерархическая структура нашей веб-страницы, которая представляет из себя набор элементов, где корневым есть тег html, далее body, также тег html. Идет сюда ответвление тег head, которое включает в себя служебную информацию о сайте. И дальше идет к каждому элементу такая вот структура древовидная. И JavaScript, он взаимодействует непосредственно с этим дом-деревом. Каждый элемент, который вы здесь видите, называется узлом. Узлы есть разного вида. Бывают теги, бывают узлы комментариев, бывают текстовые узлы и многие другие. И JavaScript взаимодействует с этими узлами. Сегодня мы познакомимся с методами, которые позволят нам управлять объектной моделью документа. И давайте перейдем к следующему слайду, который называется filtering DOM. Посмотрим те методы, которые позволяют нам отфильтровывать нужные элементы из дом-дерева. Если вы вспомните, то на втором занятии мы с вами изучали фильтры. Фильтры, которые применяли к селекторам и получали какой-то результат отфильтрованных элементов. Сегодня же мы рассмотрим уже непосредственно методы фильтров. Методы фильтров несут в себе ту же функциональность, только с ними немного проще работать. Вы сами в этом увидитесь на практике. Давайте посмотрим, какие бывают методы, которые относятся к фильтрам. Первый метод называется EQ. Метод уже знакомый, так как он созвучный и с фильтром EQ. Этот метод предназначен для того, чтобы из набора элементов мы выбрали какой-то один по индексу. Мы на наборе элементов вызываем этот метод, передаем в качестве аргумента индекс. И возвратится нам этот элемент по индексу. Следующий метод называется Node. Когда мы его вызываем на наборе элементов, мы выбираем все элементы, кроме тех, которые будут попадать под вот этот селектор. Например, допустим, у нас есть набор дивов, и мы выбираем все дивы, кроме тех, которые содержат класс в рапе. По такому принципу работает фильтр нод. Следующий метод называется фильтр. Метод фильтр мы можем использовать двумя способами. Первый способ это круглые скобочки. В качестве параметров передаем селектор. В результате из набора элементов будут выбраны только те элементы, которые соответствуют вот этому селектору. Второй способ использования это мы можем сюда передать функцию. Эта функция будет вызвана для каждого элемента набора. И если функция, выполнив какие-то определенные действия, возвращает нам true, мы выбираем этот элемент. Если она возвращает false на каком-то из элементов, мы не выбираем этот элемент. Далее. Метод is. Метод is принимает в качестве аргумента селектор. И его задача проверить текущий набор элементов на соответствии указанному выражению. И возвратить true, если хотя бы один элемент соответствует этому выражению. Далее. Метод slice. Метод slice должен быть вам знаком при работе с массивами. И если говорить про выборку элементов с помощью библиотеки jQuery, то действует он по такому же принципу. Он принимает разное количество параметров. В данном случае у нас два параметра. Где первый параметр это индекс начального элемента. Мы указываем индекс и говорим, что с этого индекса мы хотим начать выбирать какое-то подможество. И этот индекс будет включительно. Выбран. А второй параметр это до какого индекса мы будем выбирать наше подможество. И он уже идет не включительно. Теперь давайте перейдем в Visual Studio и посмотрим применение этих фильтров на конкретных примерах. В первом примере фильтр EQ. Что у нас есть в разметке? В разметке у нас есть набор дивов. Для этих дивов мы задаем определенные CSS стили. И также на 24 строке описан стиль для класса Blue. Видите сейчас класс Blue ни в одном из элементов нашего тега Buddy не присутствует. На 11 строке мы с помощью функции jQuery выбираем все дивы. И с помощью метода EQ из общего набора выбираем только тот элемент, который находится под вторым индексом. Передаем двойку. Выбираем элемент под вторым индексом. И на этом элементе мы вызываем метод addClass. Добавляем класс. Какой класс с именем Blue. В результате мы найдем элемент под вторым индексом. Это будет третий див. К нему добавим класс Blue. И после добавления класса Blue к нему будут применены вот эти стили, которые зададут ему фоновый цвет, синий. Давайте запустим этот пример в браузере. Как видите элемент под вторым индексом окрасился в синий цвет. Так как мы его выбрали с помощью метода EQ. Применили метод addClass. Добавили класс Blue. И в результате этого к нему были применены стили цвета фонда синий. Теперь по поводу того, почему удобнее пользоваться именно методами, а не фильтрами, такими как мы использовали во втором примере. Когда ставили двоеточие, писали имя метода и передавали какие-то параметры в круглых скобках. Дело в том, что при работе с библиотекой jQuery удобнее всего набор элементов хранить в какой-то переменной. Не использовать такой способ вызывать постоянно функцию jQuery и передавать сюда селекторы. А где-то отдельно мы создаем переменную, например, с именем blocks. И в эту переменную мы помещаем нужный нам набор элементов. И после этого с набором элементов мы будем работать через вот эту переменную blocks. Заменяем. Теперь на переменной blocks мы вызываем метод EQ, передаем двойку, добавляем класс Blue. Сохраним. И если мы обновим сейчас нашу страницу, как видите, никаких изменений не произошло. Теперь давайте рассмотрим следующий пример, фильтр, он же метод Node. Что делает метод Node? Метод Node исключает из набора те элементы, которые соответствуют селектору n. То есть тому селектору, который мы передаем в круглых скобках. В разметке у нас есть неупорядоченный список. В этом неупорядоченном списке содержится 4 элемента. После этого на 12 строке мы с помощью функции jQuery выбираем набор всех элементов списка и на них вызываем метод Node. Мы хотим выбрать все элементы, кроме каких-то. А от каких именно мы хотим избавиться? Мы хотим избавиться от тех элементов, которые содержат второй индекс. Мы сюда указали селектор. Именно тех элементов, которые мы хотим исключить. И Q передаем в качестве аргумента 2. В результате эта выборка будет отфильтрована таким образом, что у нас будет взят первый элемент под нулевым индексом, второй элемент под первым индексом, а третий элемент под вторым индексом будет исключен из общей выборки и к нему метод CSS не будет применен. А к четвертому элементу с третьим индексом метод CSS будет применен. Давайте откроем пример. И мы видим, что к элементу со вторым индексом не были применены стили, так как мы его исключили с помощью метода Node.